Ингушетия 7 октября 2018 года Вчера рассказала вам о Ингушетии. Взаимные претензии чечен и ингушетии друг к другу, но на основании того, что глава Ингушетии подписал с Рамзаном Кадыровым договор о передаче 17 тысяч гектаров земли. Это не просто земля, это нефтеносная земля. Там нефть. Поэтому именно за этот регион идет такая борьба. Но Рамзан Кадыров не может сам претендовать. Ему этот подарок в 17 тысяч гектаров подарил, вероятно, Владимир Путин, когда подписал какую-то бумагу о Рамзану Кадырову накануне дня его рождения. Но такие подарки тоже бывают. Царские подарки. Почему бы и нет? Мы с вами не разбираем сейчас, кто прав, кто виноват. Мы вообще не разбираем, кому принадлежит сегодня эта земля и на каких правах она принадлежит. Меня радуют народы, меня радуют парни кавказские, которые готовы за себя постоять. Я, конечно, не разбираюсь в том, чья это земля, и вдаваться в этот вопрос. Боже упаси! Это вопрос, который они годами не могут решить. Однако же существуют сложившиеся уже границы на сегодняшний день. Что меня порадовало в этом вопросе, что... Ну вот есть такой заголовок, я вам прочитаю. Бунт на Кавказе. Ингушский ОМОН не пропустил колонну путинской Росгвардии. А это уже радует. Радует то, что люди не легли под действием просто хлыста. Они не легли, не пали ниц перед силой Росгвардии. Они сами себе бойцы. И чтобы войти туда, нужно будет применить жестокую силу. Радует характер, радует настроение мужчин Кавказа, которые не пускают к себе Росгвардию для подавления. Но также и в других местах может быть. Однако же другие места, они по-другому воспринимают ситуацию. Конфликт на Северном Кавказе России между Чечнёй и Ингушетией продолжает набирать обороты. СМИ сообщают, что во время десятитысячного митинга протестующие не пустили в город колонну Росгвардии из Ставрополья. Информацию об этом на своей странице в социальной сети рассказал член Amnesty International Олег Козловский, находящийся в эпицентре противостояния. Стало известно, что острый территориальный конфликт находится в тревожной для Москвы фазе. В пятницу вечером на площади продолжалась акция протеста, которая была организована ингушами очень профессионально. Так написано в статье. Более того, протестующие уверены, что местный ингушский ОМОН не станет применять силу к ним. Однако, накануне произошло абсолютно знаковое событие. По словам очевидца, вчера ингушский ОМОН и протестующие вместе не пропустили в город колонну Росгвардии из Ставрополья. Они не пустили чужаков. Ну, в сети, конечно, есть выложенное видео с этого митинга. Это видео, как раз, когда они не пропускают колонну из Ставрополья, радует другое. Радует, что люди не отупели до конца. Радует, что где-то, где-то люди могут противостоять. Ведь что такое Росгвардия? Завтра она войдет в Чечню. Точно так же, возможно. И там, я вас уверяю, так же гвардия Рамзана Кадырова не пустит. Потому что это Кавказ, это не Россия. Это только по России можно отдавать Дальний Восток полностью. Можно отдавать озеро Байкал полностью. Можно отдавать все регионы, где есть тайга. Все отдается в Китай бесплатно. Но наживаются, конечно, наши мерзавцы, которые стоят наверху. Они наживаются и все себе в карман кладут. А вот на Кавказе так не прокатило. Не прокатило так на Кавказе. И 17 тысяч гектаров нефтяной земли ингуши не хотят отдавать. Опять-таки, я еще раз повторяю. Я не за ингушей и не за чечен. Это их общая земля. Они ее делят уже не один раз. И в 1934 году делили эту землю. И в 1993 году делили эту землю. Они не готовы отдавать ни кулачка своей земли. Почему в других регионах русскоговорящие готовы отдать? Да хоть все забирайте. И совершенно спокойно забрали. И теперь там русские чужие на Дальнем Востоке. Печален этот факт. Печален факт, когда люди не понимают, что у них сила в руках. У них сила, собственная сила. И они могут это сделать, как сделали это в Ингушетии. Маленькая страна, маленькая республика. Но почему я говорю страна? Потому что вот этими своими шатаниями российская власть добивается того, что из-под нее сейчас будут вылетать птички. Республики будут отказываться быть в составе. Делается ли это целенаправленно? Или это по глупости? Я думаю, это целенаправленная политика. Глупость в политике, она, конечно, присутствует. Но она не есть руководящая сила политики. Потому что политикой управляют те, кто видят сверху всю ситуацию на сто лет вперед. Они управляют политикой наших стран. Это другие люди, другие особи, те, которые живут долго. Во всяком случае, помните, как в Мастере и Маргарите говорил Воланд, ну, во всяком случае, тысячу лет-то уж точно надо жить. Поэтому и здесь такая же ситуация. То есть мы живем все в одной матрице, в одной ситуации, когда политика это такое дело, что нужно проглядывать ее на сто, на двести лет вперед, чтобы понять, что ты хочешь от данной ситуации и от данной цивилизации, которая живет сегодня на земле. Итак, во время десятитысячного митинга, между прочим, МВД сказала, что их там было всего две тысячи. Врут, однако. Во время десятитысячного митинга не пустили ОМОН совместно с жителями, не пустили бойцов Росгвардии. А это говорит уже очень о многом. Безумству храбрых поем мы песню. Это буревестник. Это буревестник гордо веющий. Это буревестник, который взлетел перед большой бурей по всей России. Я Таня Карацоба, Сиитбурхан.